Рекурсию можно использовать разными способами. Тот, который мы рассматривали в предыдущем уроке, называется рекурсивным процессом. Сегодняшний урок будет более понятен, если вы уже разобрались с предыдущей темой и самостоятельно выполнили упражнение. Помните наборы вызовов из предыдущего урока? Каждый новый созданный экземпляр или ящик функции factorial ожидает от следующего экземпляра, что тот сделает возврат какого-нибудь значения. Никакого вычисления не производится, пока мы не спустимся до конца, к базовому случаю. Только тогда мы получим 1 и начнем выполнять умножение в обратном порядке. 1 умножить на 2 – это 2, затем 2 умножить на 3, получается ответ 6. С factorial 3 никаких проблем, но представьте, что нужен factorial сотни. Программе потребуется хранить в памяти множество чисел из-за откладывания всех умножений. Откладывание здесь – ключевое слово. Суть рекурсивного процесса в откладывании вычислений до самого конца. Ничего не будет умножаться, пока процесс не спустится к базовому случаю, а если его остановить, программа ничего не будет знать, и вы не получите никакой полезной информации, так как не дадите ей полностью закончить задачу. Рекурсивный процесс похож на человека, который выполняет работу за всю неделю в пятницу после обеда. Вся эта информация о вычислениях называется состоянием. Все, что ваша программа помнит в конкретный момент времени – это состояние. Вычисления, константы, функции. И очень часто состояние – это причина самых разных проблем в программировании. Оставлять все дела на пятничный полудень – не лучший способ работы. Способ получше – делать понемногу в понедельник, еще немного во вторник и дальше в том же духе. Это итеративный процесс, когда работа распределяется равномерно на всю неделю. Давайте запишем ту же функцию факториала, используя итеративный процесс. Идея в том, чтобы не откладывать умножение, а умножать два числа сразу и передавать результат в следующий шаг. Вот код. Как вы видите, все выглядит уже не так, как математическая формула факториала. И это не похоже на функцию рекурсивного процесса из прошлого урока. Так обычно и бывает. Код для рекурсивного процесса легче читать и понимать, поскольку он более близок к идее, но он недостаточно эффективный. Итеративный процесс намного эффективнее, но он более сложный. Функция факториала содержит в себе другую функцию. Помните, определение функции это не сами ящики, а всего лишь их описание. Внутренняя функция итер принимает два аргумента. Counter и Accumulator. Counter отслеживает движение от n до 1, а Accumulator – текущий результат умножения чисел от n до 1. Если Counter достигает 1, Accumulator возвращается. В этот момент он будет равен конечному ответу. После того, как функция определена, у нас остается единственная строка функции факториала. Вернуть результат вызова функции итер с n и 1 в качестве аргументов. Давайте запустим факториал 3. Единственная строка, которая на самом деле запускается в функции факториал – это return iter n 1. Она хочет вернуть и завершиться, но ей нужно получить значение от функции итер. Создается ящик итер, он принимает 3 и 1. Внутри ящика итер 3 известно как Counter, а 1 как Acc. Counter не равно 1, поэтому первое условие не выполняется. Затем он хочет сделать возврат, но ему необходимо получить значение от нового экземпляра итер. Это самая важная часть. Новый ящик вызывается с Counter уменьшенным на 1, потому что мы прошли один шаг, а Acc. Аккумилейтор был умножен на Counter. Создается новый ящик итер. Он принимает 2 и 3. Counter и Acc. Counter не равен 1, поэтому он пытается вернуть значение, но не может. Ему нужно получить значение от нового экземпляра итер, вызванного с 2 минус 1 в качестве первого аргумента и 2 умножить на 3 в качестве второго. Мы еще не закончили, но выполнили полезное умножение. 2 умножить на 3 – это одно из умножений, необходимых для нахождения 3 факториал. Создается новый итер ящик. Он принимает 1 и 6. Теперь первое условие удовлетворено, поэтому этот ящик просто возвращает Acc. Аккумилейтор, число 6. Затем значение 6 просачивается в первый итер, затем в ящик факториал, а затем возвращается в виде ответа. Так выглядят вычисления шаг за шагом. В любой момент программе необходимо помнить состояние, но его размер всегда неизменный. Всего 2 числа. Подобный итеративный процесс в целом может быть описан так. Первое. Определить начальное состояние. В нашем случае мы делаем первый вызов итер с n и 1. Это и есть начальное состояние. Второе. Проверить базовый сценарий. Мы проверяем, не равен ли каунтер числу 1 и останавливаем рекурсию, когда он принимает значение 1. Третье. Определить новое состояние. Это то, как процесс двигается вперед. В нашем случае мы делаем еще один вызов итер с уменьшенным каунтер и умноженным аккумулейтор. Два этих новых числа определяют новое состояние программы. И четвертое. Повторить шаг номер 2. И эта штука повторяется, пока не доберется до терминального сценария. Давайте повторим вкратце. Рекурсия – это когда что-то содержит себя же в своем описании. Рекурсивный процесс – это процесс вычисления с отложенными вычислениями. Итеративный процесс – это процесс вычисления, когда состояние может быть описано фиксированным количеством значений. Теперь после небольшого теста будет, вероятно, самое сложное упражнение этого курса. Но я уверен, что вы его раскусите. А когда вы это сделаете, вы почувствуете себя немного героем, как это было со мной.